Алтайский край и еще более 30 регионов находятся в числе территорий, где не будет повышаться стоимость ОСАГО. Об этом сообщает Политсибру со ссылкой на опрос Российского Союза автостраховщиков. Более того, значительная часть опытных безаварийных автовладельцев заплатит за полис в 2019 году даже меньше, чем годом ранее, так как наряду с изменением тарифных ставок был изменен коэффициент возраста стажа. Корреспонденты Политсибру напоминают, что новшества начали действовать в России с 9 января. В тарифах на ОСАГО появилось 58 градаций по возрасту и стажу. Следующая новость должна порадовать тех, кто любит отдыхать в России. Самолеты к Черному морю в Сочи и Анапу будут летать из Барнаула с середины июня. В Сочи каждую субботу с 15 июня в Анапу каждый вторник, начиная с 18 числа. Об этом сообщают корреспонденты комсомольской правды Барнаула со ссылкой на аэропорт имени Титова. Цена билета составит от 9900 рублей в одну сторону, в стоимость входит багаж. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в кассах аэропорт. В Крае завершился сезон охоты на боровую дичекопытных. Охотникам запретили добывать косулю сибирскую, лося и оленя благородного. Теперь тех, кто решит поохотиться на этих животных, ждет штраф, либо исправительные работы, а также лишение свободы сроком до двух лет. На каких животных охотиться все еще можно до конца февраля, читайте на страницах аргументов и фактов Алтай. А между тем прокуратура требует закрыть ДК Сибэнергамаш, в Барнауле сообщает информационный портал ТОК. Уже 17 января состоится судебное заседание. Основная причина, по которой здание требуют закрыть, уже по традиции – несоблюдение правил противопожарной безопасности. Отмечается, что в настоящее время в здании ДК расположены 23 организации, среди которых Барнаульский духовой оркестр, вокальные, хореографические и спортивные коллективы. Жительница Наукограда стала участницей шоу «Сам себе режиссер» на федеральном канале. Ролик Нины Сборновой представляют на канале уже во второй раз. Создание видео – одно из давних увлечений женщины, пишет бейский рабочий. В этот раз она отправила спортивное видео о соревнованиях квадроциклистов. Работу бейчанки в эфире уже показали. Увидеть ее можно снова на сайте Россия 1. Субтитры создавал DimaTorzok